Мы песни новое на фестиваль напишем, Оркаши северного розы принесем. Уже расклеены по городу отиши, Любимый зритель, приходи, тебя ждем. В финал пятого фестиваля эстрадной песни и шансона «Черная роза» вышли 25 исполнителей, которые стали лучшими по итогам отборочных туров, прошедших по всей России и в восьми странах мира. За год из нескольких сотен претендентов жюри фестиваля отбирает лучших. Наш фестиваль, наверное, один из самых крупных и самых хороших. Во-первых, по составу исполнителей тут действительно представлены и исполнители из Германии, из Израиля, из Белоруссии. По масштабу, по качеству музыкального материала. Немножечко мы отошли от понимания шансона, как, может быть, первые два года было. Музыкально интересное шоу. Возрастной состав участников международного фестиваля год от года колеблется все сильнее. В финале «Черной розы» 2013 самому опытному исполнителю 60, а самому юному всего 12. Сначала я выступал в городе Сочи. Меня там заметили и пригласили сразу в полуфинал. У меня дома есть своя музыкальная. Всегда прихожу после школы и начинаю играть, заниматься, петь. Помимо этого заниматься еще гитарой. Недавние победители фестиваля «Черная роза», а теперь состоявшиеся исполнители, приезжают в Иваново в качестве почетных гостей, чтобы доказать и зрителям, и конкурсантам, что талантливый человек на сцену обязательно пробьется. Действительно, этот фестиваль дает большой толчок к жизни начинающего молодого артиста, потому что в моей жизни он тоже сыграл огромную роль и принес мне очень много побед в дальнейшем, то есть и развития в творчестве. То есть уже как бы, уже я не конкурсант, я уже певица, которая уже езжу, гастролирую, выступаю. Обладателем гран-при фестиваля в этом году стал Игорь Портоненко. «Золотая роза», как и два года назад, отправилась в Украину. Любовь Почерникова, Олег Милехин, РТВ Иваново. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова